Привет, друзья! Мы сегодня на Стрелковом полигоне. Прекрасная апрельская солнечная погода. Сухо, тепло, идеально. Сразу видно, скоро лето в Санкт-Петербурге. Погода носит свои коррективы, но сегодня с вами в рубрике «Тренируйся!» новые домашние соревнования в формате стрелковых и спортивных тренировок. Погнали! Итак, зачем мы все это делаем? Как уже говорили в прошлых видеороликах, нас ждут различные тактические соревнования, командные тактические соревнования. Их сейчас очень много. Скоро совсем будут вечно живые в Санкт-Петербурге, в мае будут в Москве, чуть попозже будут в Пскове, в августе будут большие командные вечно живые. Именно для таких сложных командных соревнований мы делаем вот такие маленькие тренировки. Почему именно соревнования? Сегодня у нас тренировка в соревновательном формате. У нас опять будет несколько пар. Для ребят я построил интересных три упражнения. Акцент сегодня на стрелковку и на физуху. Никаких радиосвязей, никаких работы со снаряжением, хотя это будет. Никаких примеров, никаких сложных элементов. Только физо и только попадание. Все очень просто. Поэтому подсчет очков я немножко изменил конкретно в этих соревнованиях. Отдельный респект компании Кварта. Эти ребята в этих наших маленьких соревнованиях решили поддержать и подготовить для участников классные призы. Итак, у нас сегодня три упражнения, три парных упражнения. Это физо плюс стрельба. Стрельба ведется по картону. У нас на каждом упражнении для каждого стрелка только один картон. Ограниченное число выстрелов и только одна мишень. То есть стрелок поражает ограниченным числом выстрелов только свою мишень. Как ведется подсчет? Я беру мишень, я смотрю Чарли, Дельта и Миссы. Я же знаю, сколько выстрелов туда должен накидать участник. Соответственно, за Чарли я добавляю 5 секунд, за Дельту 8 секунд и за Мисс я добавляю 15 секунд. И в итоге мы получаем общее время на упражнении. Вот такой сегодня будет подсчет. Итак, первое упражнение. Классическая неваляшка. В принципе, мы почти все наши тренировки начинаем с неваляшки. Напомню, что это такое. Заряжаются 15 патронов в магазин и по мишени делается выстрел стоя, с колена и лежа. И повторяется. И таких пять кругов. Хорошее базовое разогревочное упражнение. Что я изменил и что я добавил. Перед началом упражнения участники бегут круг в полном снаряжении и выходят на точку. Один участник выполняет стрельбу по своей мишени. Классическая неваляшка. Но при одном условии. Выстрел может проходить только тогда, когда второй участник на вытянутых руках держит гирю 16 килограмм. Как они будут держать, особо не важно. Можно прижимать, можно договариваться. Но выстрел должен быть обязательно, когда гиря на вытянутой руке. А очень интересное упражнение на самом деле. Потому что про статику все забывают. А 16 килограмм на вытянутых руках это непросто. После того, как один участник отстрелялся, участники бегут второй круг, прибегают сюда и меняются местами. Базовое разогревочное упражнение. Поехали второе. Упражнение номер два получилось комбинированное. Здесь не то, чтобы большие нагрузки с точки зрения высокого пульса или статики, как в первом упражнении. Здесь больше акцент на затрудненное дыхание и неудобство прицеливания. Во втором упражнении участники сначала отстреливают свою мишень из неудобных портов, безопасно взаимодействуя друг с другом и перемещаясь между этими портами. Взаимодействие в команде на любых упражнениях крайне важно. В том числе на высоком пульсе. В первую очередь на высоком пульсе. После этого участники надевают противогазы, берут щит. Щит полновесный, 28 килограмм. И перемещаются от одной точки к другой точке, прикрывая щитом. И в зависимости от точек второй номер должен отстрелять сначала с одного плеча, пять выстрелов, потом с другого плеча. В чем хитрость? Во-первых, противогаз. Все потеет. Во-вторых, работа со щитом. В-третьих, если ребята подготовлены и у них противогаз с банкой сбоку, и можно стрелять комфортно с одного плеча, то с другого плеча такая банка стрелять не позволяет. Поэтому приходится как-то находить положение, с которого все-таки навалить в мишень и успешно закрыть упражнение. Этап очень интересный. Счетом было работать очень интересно. Все падает, все мешается. Но здорово и прикольно. Всем советую. Третье упражнение. На самом деле, ради чего мы сегодня собрались здесь, это именно ради третьего упражнения. Называется оно «Это вам не CFT». На самом деле, это упражнение построено по мотивам CFT или Combat Fitness Test. Это физический, силовой тест для различных структур, для оценки их физического состояния. Опять же, поскольку у нас соревнования парные, мы внесли кое-какие корректировки. Итак, что же тут нужно сделать? У нас есть 4 станции, 4 магазина у каждого участника, в каждом магазине по 10 выстрелов. С каждой станции мы отстреливаем 10 магазинов, после этого разряжаемся и выполняем определенные действия. Какие у нас есть станция первая? Все очень просто, ускорение. Отстрелялись, разрядились, бежим до точки, выдохнули, дальше перемещаемся ползком. План был, что сегодня будет все сухо. Но сегодня, как вы видите, все мокро, и все парни с удовольствием поползли, потому что на высоком пульсе неудобно, в оружии забивается грязь, непонятно, как его где держать, в руках, не в руках, вторым номером следить. То есть, интересный опыт. После этого участники должны отстрелять свою мишень из обозначенных портов. Следующий этап. Один участник берет второго участника на спину, либо переносит любым другим способом. То есть, по сути дела, выполняет упражнение вынос раненого там из-под огня. Приходит на точку, на точке отстреливает свои 10 магазинов, опять разряжается, а дальше им нужно взять различные нестандартные утяжелители. Во-первых, это баул. В бауле у нас три бронежилета полновесных, и я туда еще чего-то всякого напихал. В общем, нелегкий баул. Во-вторых, это наша любимая гиря. В-третьих, две стальные плиты, которые мы вырезали на лазере, которые имитируют по весу патронные ящики. Это около 15 килограмм каждый. В общем, бежать непросто, а тут еще и скользко. И со всем этим делом ребята бегут на точку 4. На точке 4 отстреливают последние 10 патронов и возвращаются на ускорение. Пульс высокий, счастье полные штаны, а самое главное, неизвестен результат. Время может быть 3 минуты, но ни одного попадания, и тогда все бесполезно. Итак, как мы ведем подсчеты? У нас есть общее время и время штрафов. Например, упражнение номер 1. Команда Корп плюс 1 прошла его за 6 минут 22 секунды и набрала 85 секунд штрафов. Штрафы у нас могут быть за неверно выполненные упражнения, за неверно выполненный элемент, за дельта, чарли или за мисс, за нарушение ТБ, дикю на упражнении. Поскольку никто не дюкнулся, парни молодцы, на высоком пульсе отработали. 5.18, 3 минуты МВ, 6 минут 31 секунда, 283 секунды штрафов. Очень второе упражнение парни из МТ провалили, конечно. На самом деле, огромное спасибо компании Кварта. Вроде маленький между собойчик, ребята собрались 4 пары из разных тусовок абсолютно, просто на такую тренировку в формате соревнований. Но ребята из Кварты сделали реально царские подарки, а можно я буду участвовать в этих соревнованиях? Я тоже такое хочу. Я не вру, хорошо, что ребята уехали. Да, серьезно. А фишка в чем? Очень круто, и вы потом по мишеням посмотрите, я может распишу. Кто-то быстро бегал, но у кого-то прям все улетело рядом. Хорошая куча, но она в стране. Это там 400 секунд штрафа. Я думаю, что для вас было интересно именно понять концепцию, на каком пульсе и при какой нагрузке вы четко стреляете и уверенно закрываете мишень. Плюс как бы соревновательный момент, у кого-то были девятки, у кого-то 36, у кого-то пятерка. Но из девятки, конечно, сотку закрывать посложнее. Третье место у нас получается парни, вы. Ура! У вас третье, третье и четвертое. Так, вам медальки. Так. У кого из вас 5,45? Опять там, короче говоря, пристут один, этот ДТК на 5,45, как-то деритесь. Спасибо. Вы там сами договоритесь. Так, поехали, второе место. Все четко, уверенно, красавчики, молодцы. Подожди, медальки. Стрельба очень крутая для девятки, прям хорошая. Первое упражнение вы слили, вы последнее. Первое упражнение у вас там 7,5, почти 8 минут. Но зато второе и третье, это вот 8-7 минут стабильно, вторые места. Молодцы, что приехали. Вот они точно будут браться за первое место тут. Магазы с циферками. Короче, за первое место ребята из Quart'ы дали магнит. Нифига себе. Это тебе. Омни. Ты не стрелял. Держите. Спасибо. И медальки. Молодец. Красавчики. Ну, тут чувствуется этот опыт. Спасибо. Спасибо. Чего, если понравилось, нормально? Да, хорошо, но мало. Хорошо, но мало. Спасибо Quart'е за призы. Да, спасибо. Quart'е реально спасибо, молодцы, ребята. План был, что будет максимально сухо, и все-таки в шортах такие... Быстрые бегают. А получилось как обычно? А получилось как обычно. Кроссфит! Кроссфит! Как выступление оцениваешься? Никак. Нормально, не знаю, отстрелял, думаю, окей. Что сложнее, бегать, держать гирю или стрелять? Проснуться утром. Не понравилось бегать, понравилось стрелять. Надеюсь, пострелял хорошо и отбегал тоже неплохо. Тяжелее всего, конечно, это вставать утром. Спасибо, Ромео. В следующий раз давай всем замутим утро. Конечно, мне больше всего понравилось третье упражнение. Если честно, очень хотелось бы в нем поучаствовать, потому что оно получилось максимально сбалансированным. Наверное, потому что придумывал его не я, а за меня его придумали профессионалы, которые придумали вот этот комбат-фитнес-тест. И очень здорово и очень интересно смотреть на ребят, которые на высоком пульсе сначала бегут, потом ползут. Грязь, снег, все мокрое. Кайф. И на финише самое главное, они еще и попадают. Но в принципе, с точки зрения статики и неваляшки, и других упражнений, крайне важно знать свое оружие. Ведь можно очень быстро бежать, можно очень метко стрелять, но если у вас оружие не пристрелено, то все это бесполезно. Зная свое оружие и занимайся спортом. Вот он баланс. То, для чего сделаны тесаревы, чтобы каждый участник понял, на каком пульсе он может комфортно стрелять. Ведь мы готовимся в первую очередь не к спортивным соревнованиям, а к стрелковым соревнованиям. И именно в стрелковке в первую очередь важно метко попадать. После этого быстро бегать, но в первую очередь метко попадать. Какой смысл, если ты пробежишь 100 метровку за... Я не знаю, сколько бегают 100 метровку быстро, но предположим, за 5 секунд, если на финише ты не сможешь уверенно поразить мишень даже на 50 метрах. Именно для этого мы делаем такие соревнования. Делайте такие соревнования у себя, занимайтесь спортом, стреляйте, участвуйте в соревнованиях, подписывайтесь на наш канал. Мы будем делать еще много разных интересных соревнований. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok